МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отцом Максим Золотухин. Отец Максим, здравствуйте. С вступающим вас праздником. А есть какое-то... Если мы говорим, допустим, о празднике в воскресенье, о Пасхе, то мы всегда говорим, что им Христос воскрес, есть ответ такой. А как-то с крещением просто поздравляют? Или какое-то определенное есть поздравление? Просто поздравляют с крещением, с богоявлением. Просто поздравляют с праздником. То есть, я могу сказать, просто с праздником, да? Просто, да. Давайте начнем с такого, с традиции. Все-таки у нас есть традиция, и я так понимаю, что сегодня в полночь начнется, когда люди будут окунаться в кубик. Немножко позже, все-таки чуть-чуть попозже. Сначала совершается литургия, сегодня будет в нашем Покровском соборе литургию Владыка совершать. И уже после литургии совершится освящение вот. Во сколько это примерно? Ну, ориентировочно по времени где-то, я думаю, около половины второго, около двух часов, наверное, так, не раньше. Да, после литургии освящается вода. Ну, в нашем соборе, в Покровском, в кафедральном. Ага. А до этого входить в воду? Ну, все-таки в воду входит только после молебна. Вот когда уже совершится молебен на освящение, вот в тех купелях, которые будут специально для этого предназначены, эти источники, сначала молебен, до молебна мы в воду не заходим. То есть в полвторого ночи? Это в кафедральном соборе. А вот по тем местам, которые сейчас пока согласуются еще, пока на сайте епархии они появляются, уже те места, где можно будет купаться. И всю информацию о том, где эти купели будут, надо смотреть на сайте епархии. Они согласуются с МЧС. То есть на сайте епархии есть информация, где купели работают? Мы говорим именно об официальных, потому что так или иначе понятно, что это большое скопление людей, ну, нужно смотреть лед, это все согласуются с сотрудниками МЧС, прежде всего из-за безопасности. Поэтому лучше самостоятельно, какие-то там несанкционированные, этого не делать. Нельзя, просто нельзя. Просто нельзя. А где будут проруби, это уже... Смотреть на сайте епархии, потому как информация дополняется, и новые места согласуются, и могут еще какие-то места добавиться. Точно уже известно, что в соборе Рождества Христова там будет стоять купель, где можно, на правом берегу, да, на улице Кутузова, Щерса, Щерса Павлова, ну, вы знаете, где это собор. И будут купели в Енисеи, по-моему, недалеко от парка отдыха, по-моему, в Центральном. Да, 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 ну, точно адрес лучше посмотреть на сайте. Ну, а в других городах и районах края там тоже вся эта информация существует, где можно, где все это уже будет освещаться. Да. Ну, я так понимаю, что многим придется ждать достаточно долго для того, чтобы впервые... А есть такие люди, которые вот ждут, которые сразу после молебны идут? Так они стоят прямо, ждут, пока батюшка войдет, пока осветит. Я не забуду никогда эти минуты, когда еще был отец Федор Васильев, когда в Красноярске, он на базахе когда освещал, там казаки, они уже разделись, казаки стоят, все ждут, пока батюшка, они прямо стоят в плавках и ждут, пока отец Федор осветит воду. И вот он только осветил, они туда прыгают, в эту воду. Есть определенный порядок все-таки погружения в эту воду. То есть не просто прыгнул, не просто там окунулся и выскочил, да? А как? А надо понять, что эти погружения, они грехи не смывают человеческие, не смывают. Грехи прощает Господь только в таинстве исповеди, перед священником в храме, когда исповедуемся. То есть сразу это предупреждение хочу рассеять. Мы погружаемся в воду с пением тропаря, богоявления. И во время пения этого тропаря мы стараемся совершить три погружения в эту воду. Когда погрузимся трижды? Выходим, вытираемся полотенчиком и тихонечко, благодаря Богу, идем домой. Ничего больше делать там не надо. Не надо на воду ходить пьяным, не надо ходить туда, кричать, ругаться, свистеть. Надо понять, что это вода святая, это святыня. Как в храме мы ведем себя тихо, благоговейно, так же и рядом с этой водичкой. Надо понять, что это святыня. Когда выходит священник, просит у Бога, и все молящиеся просят у Бога, чтобы Господь Духом Святым осветил эту воду, а после этого начинаем там материться и свистеть, и кричать, и улюлюкать. Но это нельзя делать так, это плохо. Поэтому только с благоговением, с тишиной духовной, сердечной входим в эту воду, благодаря Богу. То есть даже есть какое-то специальное песнопение, да? Я, если позволите, спою. В Айордане, крещающуюся Тебе, Господи, троеческое явися поклонение, родители, в Бога свидетельство ваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, известногоше словесе утверждение, «Явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе». Вот это небольшое песнопение, и за время него, пока мы стояли, вся братья поет, все поют, и кто-то один совершает погружение, погрузился, выходит, да, три погружения во имя Отца и Сына и Святого Духа, и следующий заходит. Вот и все, на самом деле, все не так сложно. Ну, ведь я тоже разговаривал со многими священниками, с митрополитом, потому что все-таки это такая традиция, да, но она больше, больше все-таки такая мирская, скажем так, традиция, то есть и без этого тоже можно в крещении обойти совершенно спокойно. Я правильно понимаю? Абсолютно правильно. Это далеко не самое главное в христианстве. Вот эти погружения, да. А что все-таки главное в этом? Христос. Господь Иисус Христос. Мы вспоминаем события, когда, как бы, вот с чем бы сравнить, представьте себе, что мы бы сейчас ждали в город приезда президента. Все бы готовились, начищали бы улицы там и так далее, мыли бы машины, ну, все-все массы. А тут мы ждем Бога. Придет Бог. И перед Богом посылается в мир пророк, предтеча, креститель Иоанн. Зачем он был послан? Он был послан, чтобы всех приготовить к пришествию в мир Христа. И он говорит всего лишь одно слово «покайтесь», то есть «изменитесь». Это как раз вот связано с той самой традицией, когда Иисуса Христа крестили в Иордане. Почему как раз пророк многие называют Иордань, отсюда и пошло это наименование. То есть вот когда, и в тот самый момент, когда Святой Дух снизошел в виде голубя, да? Абсолютно правильно. А то, что как раз в тропаре... Ну, о чем упоется, да, вот так и называется Богоявление, то есть Бог Троицы явился, Господь Иисус Христос, Сын Божий, вторая поста из Троицы, Бог Отец, Его голос был с неба, сей ей Сын мой возлюбленный, о Нем же мое благоволение. И Дух Святый в виде голубя, вся Троица явилась, так и называется Богоявление, ну, или Крещение, как мы называем праздник. То есть вот это самое главное. А говорят, что, ну, вернемся к таким все-таки традиционным вещам больше, говорят, что именно в 19-го числа, в день Крещения, вся вода становится святой. Независимо от того, там, освящали ее, не освящали даже... Мы так и молимся, чтобы Господь осветил Духом Святым вообще все в одно естество. То есть все воды мира, все воду, что посветил. Но воды же, они как-то взаимосвязаны. Если крещенская вода одна капля освещает все, то, конечно, через воды, через Енисей и океаны освещаются. Мы в это верим, да, что Господь Духом Святым воду освещает. А так мы берем воду для питья тоже из Енисея, которая у нас течет в кране, да? Да. Сейчас следующий вопрос будет, а как долго она будет из-под крана святая теща? Один день, два дня или три дня? И когда вы их не скажите мне в это время, когда она уже перестанет быть святой? Вы знаете, я здесь все-таки так бы сказал. Все-таки надо как-то потрудиться, совершить какой-то труд. Вот прийти и в храм, и помолиться на этом молебне, или выйти на источник, где освещается вода, и уже после этого молитвенного труда набрать водичку. Вот это будет самое лучшее. А та вода, которую, конечно, если кто-то не может выйти из дома, кто-то уже прикован к постели, тот может просто, конечно, набрать, я думаю, из крана воды. Но обычно мы таким людям сами разносим водичку. Вот как будет организована раздача святой воды? Дело в том, что опять понятно, что очень много будет людей, они приедут с большим количеством различных там посуды и начнут ее заполнять. Здесь как будет организовано? Где это можно, в какое время, как долго это можно получить? У нас в соборе будем раздавать и завтра весь день воду, и я думаю, что и в пятницу будем раздавать, пока будут эти люди. Я смотрю, год от года все больше и больше становится порядка в этом. То есть мы какие-то для себя делаем выводы, уроки получаем от того, что не получилось, может быть, в предыдущем году. И постепенно у нас это все осталось. Я помню, когда только вот эта традиция возвращалась, давка была. Давка была, да. Люди по головам практически шли для того, чтобы набрать. У нас в соборе мы сейчас организуем раздачу с нескольких точек сразу же этой воды, чтобы было меньше. Но это же не так сложно. Воды много, слава богу. Это можно в любом соборе, в любой церкви, и Красноярской, и Красноярского края. Все будет, везде это будет происходить, да? Это всегда происходило, во всех. Просто в разное время могут закрыться храмы. Я вот не владею сейчас информацией, когда, в какой точке Красноярской партии. Не, ну понятно. Здесь уже надо узнавать просто. Да, конечно, конечно. Каждый по своему приходу может узнать. Но я знаю, что мы будем раздавать Покровский кафедральный собор, и завтра будет, и 20-го часа. Сколько это? Сколько это? Понятно уже? Служба начинается в 8. Я думаю, что с 9.30 можно уже приходить спокойно. С 9.30 можно будет приходить уже за водичкой. Вот про 19 число хочу с вами поговорить. Какие будут, скажем так, мирским словом, мероприятия? Самое главное великое освящение воды, которое будет совершаться после службы ночью. Но это будет уже сегодня ночью совершаться. 19-го, все-таки литургия будет в 9 утра у нас, да, позднее. А 20-го в 8. То есть после службы уже можно будет прийти за водичкой. Главные наши крещенские мероприятия, это все-таки, как и вообще самое главное в нашей жизни, это божественная литургия, Евхаристия. Выше этого нет ничего. Чтобы ничто эту литургию не затмило, не стало рядом, вот это я просто скажу, что это самое главное. Но если кто-то, допустим, понятно, что люди же еще и работают, кто-то не успеет, допустим, прийти 19-го в 9 утра, да, когда еще можно будет? 20-го. 20-го. Если и 20-го не успеют, в субботу, я думаю, что тоже никому водички не откажем. Пускай приходит 21-го. А на саму литургии, чтобы попасть? На литургию. Одна литургия будет ночью сегодня ночью. То есть даже работающие, даже очень... Люди, кому надо, они попадут сегодня, либо завтра уже к 9 утра. А литургии, они будут совершаться во всех, так сказать, храмах Красноярского края? Конечно, конечно, это же самое главное. Во всех церквах, во всех храмах, то есть можно не обязательно прийти в кафедральный собор, можно и прийти в свою поместную церковь, да? Есть только одно исключение. Бывает такое, что есть очень много храмов по деревням, они, например, приписаны к одному священнику. Он, конечно, в нескольких храмах не может послужить, он будет где-то вот на главном приходе служить, а в остальные храмы потом водичку довезет, привезет туда. Вот только в этих храмах не будет службы, где не хватается, где просто нет священников. Такие храмы тоже есть, называются приписные. Городские, конечно, храмы, все, где есть священники, все должны быть службы, будут службы. Это будет большие, красивые? Большие, красивые. Настолько, насколько это возможно. Есть же деревенские приходы, где нет возможности, это настолько там роскошный ход. А крестный ход? Крестный ход... Он совершается? В эти дни по традиции совершается крестный ход к источникам, на которых будет освящаться вода. Обычно мы, я помню, как мы еще тогда на Базахе с отцом Федором ходили прямо из храма до реки, прямо до реки шли, крестным ходом там освящали воду и обратно к крестным ходу возвращались. Поэтому те иордане, те источники, которые стоят возле храмов, к ним будет крестный ход с пением тропаря, с пением стихиры «Глаз Господень на водах» выходят обычно из храма и освящается этот источник, который возле храма находится. Это вот так по традиции. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня в студию. Так все хорошо объяснили. Еще раз поздравляю вас с наступающим праздником. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. Священник Покорского кафедрального собора, отец Максим Золотухин, сегодня был у нас в гостях. Всего доброго. Ну и всех православных с наступающим праздником. Крещение Господне.